Здравствуйте! В эфире День с ОРТ в студии Татьяна Штылер. Два часа самой актуальной информации, новости региона и мира, темы дня просто и доступна. Вот что увидите сегодня. Россияне готовятся к празднованию Нового года. Фейерверки – один из атрибутов торжества и хорошего настроения. Но почему салюты и петарды все менее популярны? Представления для юных зрителей. Театры областного центра готовят для школьников праздничные каникулы. Где и что посмотреть? 130 лет – первый в мире школе остеопатии. В нашей студии говорим о методах клинической практики, кому и чем помогают специалисты такого профиля. От преференции до хоккейного матча и католического Рождества. Чем оренбуржцы интересуются у Яндекса? Утечка Аммиака на юго-востоке Сербии, похитители елок и забег Дедов Морозов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге – самые зрелищные кадры со всего мира в нашем обзоре. Сейчас время новостей. Я передаю слово моим коллегам из информационной службы. Корреспонденты выяснили подробности всего, что происходило в области. Затем вновь вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. В эфире новости дня. В студии Наталья Мороз. Здравствуйте. О самом главном готовы рассказать мои коллеги – корреспонденты ОРТ. И вот, что вы увидите сегодня в программе. Награды участникам специальной военной операции. Оренбуржцы отмечены президентом России Владимиром Путином за мужество, отвагу и самоотверженность. Сделать путь до школы комфортно. 56 автобусов отправятся в селы региона. Ёлка желаний. 8 маленьких оренбуржцев получили подарки от губернатора. Оливье и селедка под шубой. Сколько потратят оренбуржцы на традиционные салаты в преддверии Нового года? Оренбургский локомотив завершил домашнюю серию игр чемпионата высшей лиги по хоккею с мячом. В шести матчах наша команда одержала две победы. В понедельник глава региона вручил государственные награды участникам специальной военной операции. Оренбуржцы отмечены президентом России Владимиром Путиным за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении долга. Гербовый зал правительства области. В торжественной обстановке собрались участники специальной военной операции на Украине. Губернатор Денис Паслер поблагодарил героев и выразил гордость за земляков. Церемонии награждения высокими государственными наградами в последнее время проходят регулярно. Мы искренне гордимся вами. Восхищаемся вашей силой духа, которая позволила и позволяет выполнять сложнейшие боевые задачи оставаться верными своему дому. В списках награжденных сегодня медалями Жукова, Суворова за отвагу и Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени 9 человек. Среди кавалеров медали за отвагу лихой доброволец Борис Нор. Мужчина, несмотря на полученное ранение, вновь отправляется в зону специальной военной операции. Герои представили, не знаю, будет, не будет, но в Москву отправили. За вторую походку. Сейчас я третий раз уезжаю. Через два дня он сам на своей машине. Купил машину специально. Вот мы с ним вот едем. Под Еленовкой, в Маринке. Ну подойдите сюда. Вот они. А вот с этим мы сейчас едем вдвоем. На собственной машине. Сами. Я снайпер вообще. Я все время один работал. А сейчас в паре будем работать. По словам героя, на его счету не один уничтоженный вражеский Хаймерс. Мужчина говорит, что ни он, ни его товарищи сдаваться не намерены. И возвращаться в зону военных действий будет столько, сколько потребуется. В школах Оренбуржья, которые ушли на карантин из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, вновь вернулись к очному обучению. Об этом сообщают в региональном министерстве образования. На дистант вынуждены были перейти 26 учебных заведений Оренбурга. В областном центре подъем уровня заболеваемости среди детей 7-14 лет наблюдался последние 5 недель. Сейчас рост заболеваемости прекратился. С понедельника ученики вновь вернулись в школы. При этом соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Входной контроль температуры тела, выявление больных детей и сотрудников образовательных заведений, а также максимальное разобщение учащихся разных классов при проведении занятий. И продолжение школьной темы. 26 декабря в Оренбурге вручили 56 автобусов, которые отправятся в 20 муниципалитетов. Новый транспорт заменит устаревшие машины, что не только ускорит время в пути до школы, но и сделает его более комфортным. Юлия Тюшевская продолжит. Директор общеобразовательной школы номер 10 Гайского городского округа. Сразу автобусы «Газель» получает Гайская школа номер 10. Директор учреждения рассказывает, около ста детей приходится возить из соседних поселков. До этого у нас было две «Газели» автобус, но два транспорта уже устарели, поэтому мы очень рады, что сегодня получили новый транспорт. Не скрывает радости и Людмила Моисеева. Женщина руководит Бугурусланской школой номер 7. Сегодня туда отправились два новых автобуса. Четыре раза в день мы привозим деток из соседних поселков. Затон, Озеровка, Савруха. Мы очень рады этому событию, потому что мы ждали технику. Нашему автобусу уже 9 лет, и поэтому мы с удовольствием получаем новые автобусы. 56 машин вручили школам региона. По словам вице-губернатора Татьяны Савиновой, обновление автопарка образовательных учреждений на этом не завершается. Я поздравляю вас с этим событием. У нас огромный уже автобарк. Школьный 543 автобуса. Мы уже точно понимаем, что в марте следующего года еще свыше 40 новых автобусов будет выручать. Я, конечно же, желаю, чтобы ребята безаварийно ездили в наших автобусах. Сегодня они очень комфортно, удобно. В новых автобусах есть ряд преимуществ. Это кнопки экстренной связи с водителем, багажные полки для ранцев. Есть также наружные и внутренние громкоговорящие установки для водителя. Самый автобус теплее теперь. Печки лучше греют. Во-первых, он герметичный сам автобус. Не так выдувается и остывает по-другому. Транспорт передали в пользование в 20 муниципальных образований Оренбургской области. Автобусы и «Газели» приобрели за счет средств федерального бюджета. Юлия Тюшевская, Семен Воробьев. Новости дня. Федеральный проект «Елка желаний» исполняет мечты детей. Подарки к празднику получают воспитанники детских домов, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ребята с ограниченными возможностями здоровья. Одно из таких желаний исполнил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Мальчик из набережных Челнов давно мечтал прокатиться на КамАЗе. У нас в кабине три места. Эдуард Николаев, пилот команды КамАЗ-мастер, проводит для юного пассажира инструктаж. Ребенок – настоящий фанат грузовиков. Увлечен техникой, любит собирать конструкторы грузовых автомобилей. И вот теперь желание покататься на КамАЗе исполнилось. Он едет по скоростной трассе в кабине настоящего грузовика. Прыжочек будет. Держимся. Всероссийская акция «Елка желаний» в этом году проходит в пятый раз. Каждый из нас может стать добрым волшебником. Уверен, что во всех 14 регионах нашего Приволжского федерального округа есть много людей с чистыми сердцами, которые присоединятся к этому благородному делу. Акция «Елка желаний» реализуется с 2018 года на всей территории России. За это время исполнилось около 600 тысяч новогодних желаний. В этом году особое внимание уделяется детям из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и детям, проживающих в новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Татьяна Штылер, Анатолий Филатов. Новости дня. Исполнились заветные желания и у оренбургцев. Восемь ребят также стали участниками проекта «Елка желаний». Елена Еремина продолжит. Новогодняя «Елка» и, конечно, особое настроение. Вот-вот губернатор Оренбургской области встретит ребят, которые ждут подарки. Новогоднее желание Маши Мамыкиной из Орска сбылось. У девочки сахарный диабет, но, несмотря на заболевания, она ведет активный образ жизни. Теперь первоклассница может кататься на спортивном велосипеде. Времени зря не теряет, пробует транспорт прямо на месте. Тяжело крутить педальки? Да. Ну, ты же научишься? Конечно. Получают из рук Дениса Паслера подарки еще семь ребят из Оренбурга, Новоорска, Бузулука, Новотроевска. Уже не желание, а реальность. Фитнес-браслет, световой стол, песочница, игрушечная кухня, батут, домик для куклы. Тимофей Кривошей в восторге от набора лего и книги о космосе. А его главное желание исполнится в марте. Он встретится с игроками футбольного клуба. Я прочитал твое желание встретиться с игроками футбольного клуба. Я с ними договорился. Они сейчас единственное, что отдыхают, наверное, ты знаешь, межсезонные, так называемые, тренируются, готовятся начать свои, скажем так, следующие туры в марте, и вот здесь начинаются. Ну, а они обязательно с тобой с ним. Мальчик признается, настроение действительно на высшем уровне. В ожидании встречи с удовольствием будет читать книгу. Ну, про звезды и планеты. Ну, приятно, вот эти подарки. Ну, да. То, что ты загадал. Да. Не меньше счастливы родители. Они, как и всегда, рядом с детьми. Рады, что у сына исполнилось желание. Волнительно было встреча с губернатором. Все прошло интересно, празднично. Всего в этот день Денис Паслер порадовал восемь юных оренбуржцев. Елка желаний у губернатора Оренбургской области уже добрая традиция. Из года в год всероссийская акция показывает, что мечты детей должны сбываться. Елена Еремина, Игорь Бероев, Новости дня. В Оренбургской духовной семинарии прошло ежегодное епархиальное собрание, где традиционно подвели итоги этого года и наметили планы на следующий. Также в рамках этого собрания наградили многодетных матерей. Ольга Клигун воспитывает шестерых детей. По многочисленным фотографиям видно, семья любит активный отдых на природе и путешествия по стране. Однако есть свои увлечения и у каждого ребенка. Все школьники от 7 до 18, кто учится, два студента, остальные школьники. Один плаванин, очень любит плавать, прирожденный плавец. Другой борьба, медаль, первая наша медаль за второе место. В Оренбургской духовной семинарии Ольге Клигун и еще четверым многодетным матерям митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин вручает патриаршие награды. Аксиум! Аксиум сон, сон, сон! Звучат слова благодарности, ведь быть мамой – нелегкий ежедневный труд. Милости Божья, чтобы Господь помог вам вырастить, воспитать своих деток добрыми гражданами Отечества нашего и членами Русской Православной Церкви. Помогай Бог вам! В конце декабря подводят и итоги уходящего года. Он был плодотворным. Одним из главных обсуждаемых вопросов было обсуждение помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации, вопроса благотворительности, социального служения. И прозвучало из уст кладыки Вениамина, председателя епархиального собрания, правящего археей нашей епархии, о том, что это направление нужно всячески развивать, поддерживать. Обсудили и планы на следующий год. Намечено много задач и встреч. Так, в 2023 году в область планируется первый визит патриарха Кирилла. Диана Кузимбаева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся. И вот о чем расскажем далее в программе. Оставайтесь с нами. Оливье и селедка под шубой. Сколько потратят оренбуржцы на традиционные салаты в преддверии Нового года? Оренбургский «Локомотив» завершил домашнюю серию игр чемпионата высшей лиги по хоккею с мячом. В шести матчах наша команда одержала две победы. Это новости дня. Мы продолжаем. На новогоднем столе россиян. И в этом году главное место займет салат «Оливье». Не менее популярна и селедка под шубой. В какую сумму обойдется приготовление традиционных блюд для оренбуржцев? Посчитали в Оренбург, кстати. В середине 19 века француз Люсьен Оливье придумал салат, который очень быстро стал известен московским гурманам того времени. Рецепт хранился в большом секрете и остался неразгаданным до сих пор. Однако быстро появились десятки вариаций. В каждой семье существует свой способ приготовления салата. За год стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления, выросла на 6,26%. Сильнее всего увеличилась цена на огурцы и прирост составил более 25%. Практически настолько же выросла стоимость на зеленый горошек. Подорожал и майонез на 7%. Однако по расчетам специалистов подешевели куриные яйца и овощи. Так, например, картофель стал стоить меньше на 36%. Таким образом, если в ноябре прошлого года салат обошелся бы в 400 рублей, то спустя год уже в 425. Еще один любимый салат россиян – селедка под шубой. Версий его появления множество. Одна из них уходит далеко от нашей страны в северные скандинавские края, которые всегда славились избытком вкуснейшей рыбы. В кулинарных книгах Норвегии 1851 года можно найти схожий рецепт, название которого переводится как «селедочный салат». Существует и английский аналог. У нас же блюдо появилось лишь в 60-х годах прошлого века. В его состав входит соленая сельс, картофель, морковь, свекла и лук, а также вареные яйца и майонез. Основной ингредиент – рыба. Подорожала за год почти на 9%. Однако из-за того, что овощи и яйца стали дешевле, общая стоимость салата практически не изменилась. Год назад почти 206 рублей, сейчас 204. Уралу – чистое русло, мальков – водоемы, а леса – новые саженцы. В Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области подвели итоги года. В этом году по программе «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» восстановили лес на площади 970 гектаров. Однако, как отмечает профильный министр Александр Самбурский, леса в Оренбурге не такие роскошные, как в соседних регионах и очень плохо приживаются. У нас и то, что мы новое сажаем в силу погодных причин, ну как минимум 20% просто не приживается, приходится списывать. Важно не только сажать новые деревья, но и ухаживать за старыми. В выходящем году удалось расчистить 219 гектаров лесополосы. Необходимо следить и за состоянием рек. В следующем году планируют приступить к расчистке 8-километрового участка русла Урала в районе пляжной зоны Оренбурга до автомобильного моста. На это заложено в бюджет 150 миллионов рублей. Справиться с данной задачей намерены за два года. Важно еще и восстановить речную фауну. За год в водоемы региона выпустили более 400 тысяч штук молоди сазана, толстолобика и стерляди. Рыбалка должна быть законной, подчеркивает в министерстве. За прошедший период выявили свыше тысячи нарушений в этой сфере. Браконьерство должно быть наказано, отмечает профильное ведомство. За 2022 год возбуждено 12 уголовных дел. В селе Чаганлы Абдулинского городского округа своевременная газификация зерносушилки помогла спасти урожай подсолнечника. Все подробности далее. Из-за осенних проливных дождей уборка подсолнечника в этом году задержалась. У семян настолько высокий процент влажности, что им приходится проходить цикл сушки дважды. В селе Чаганлызер на сушилку установили летом. Пока шел процесс монтажа оборудования, газовики занимались вопросами подключения голубого топлива. Задача выполнена в срок. Результат – тонны подсолнечника и других злаковых культур своевременно прошли необходимый технологический процесс и успешно реализуются. Быстро и качественно нам газифицировали этот объект. Поэтому всем им спасибо, даже за уровень. Нам еще дальше предстоит работать. Я думаю, мы всегда найдем общий язык со всеми и будем решать вопросы. Для газификации объекта специалисты построили газопроводы высокого и среднего давлений, установили пункт редуцирования газа. Подключение выполнялось в рамках реализации требований свода инвестиционных правил, что дало возможность выполнить работы в сжатые сроки. Наша область вошла в перечень пилотных регионов по внедрению инвестиционного стандарта, который предполагает повышение прозрачности и упрощение взаимодействия инвестора с органами исполнительной власти и ресурсными организациями. В селе Чаганлы свыше 250 домовладений. Работает школа и детский сад. Местное фермерское хозяйство не только обеспечивает сельчан рабочими местами, но и оказывает помощь в реализации социально значимых проектов. От результатов его деятельности во многом зависит благополучие и уровень жизни местных жителей. А теперь о погоде. Ясно и без осадков. Последние недели уходящего года, по прогнозам синоптиков, сюрпризов не принесет. Однако, возможно, постепенное усиление ветра и метель в ночь на 1 января нового 2023 года. Осадков в начале недели синоптики не прогнозируют. Стабильность температур ночью в пределах минус 11, минус 16 градусов, днем минус 8, минус 13. Ветер юго-восточный в понедельник до 8, а во вторник до 10 метров в секунду. Ожидается осадки на востоке области. А вот в четверг погода начнет меняться. 29 декабря к области приблизится западный атмосферный фронт. В большинстве районов региона к вечеру ожидается снег. В Оренбуржии станет теплее. В нем температура минус 3, минус 8 градусов. Ночью минус 7, минус 10. В пятницу столбики термометров приблизятся к нулю. Снег продолжит идти. Суббота будет безветренной. А вот первая ночь 2023 года, суббота на воскресенье, обещает быть снежной. Ветер усилится до 13-14 метров в секунду. Новый год, новые возможности. В Оренбургских офисах Сбербанка теперь оказывают услуги абонентам регионального расчетного центра «Система город». Какие именно появились новшества, смотрите прямо сейчас. Оплатить за коммунальные услуги и тут же воспользоваться операционной услугой в сфере ЖКХ. Ирина Филиппова не скрывает радости. В Сбербанке она решила сразу несколько задач. И теперь оренбурженке не нужно тратить лишнее время. Сегодня пришла оплатить в банк квитанции ЖКХ и узнала, что можно, оказывается, в одном месте написать заявление на изменение лицевого счета. Это очень удобно сделать все в одном месте. Для клиентов Сбербанка и абонентов одного из крупнейших операторов по начислению и сбору жилищно-коммунальных и иных платежей Оренбургской области «Система город» предоставляют сразу несколько возможностей. За один поход в офис Сбербанка у наших клиентов есть возможность решить множество как финансовых, так и нефинансовых задач. Получить услуги в сфере банковского обслуживания, оплатить услуги ЖКХ, а теперь воспользоваться востребованными операционными услугами системы «Город». Например, оставить заявление о вводе в эксплуатацию индивидуального прибора учета, сделать перерасчет платы за коммунальные услуги или открыть новый лицевой счет. Новшества уже доступны во всех отделениях Сбербанка областного центра, а также в Бузулуке, Бугуруслане, Сорощинске и Кувандыке. Данный проект позволяет нашим клиентам, клиентам системы «Город» обратиться в любое отделение Сбербанка, предоставить сведения, получить ответы на простые вопросы. Соответственно, это позволит нам расширить сферу присутствия в области, как для абонентов, так и для наших потенциальных клиентов в сфере ЖКХ. Чтобы узнать подробнее об услугах, необходимо обратиться в Сбербанк. Специалисты на месте готовы рассказать о нововведениях подробнее каждому клиенту. Елена Еремна, Андрей Булатов. Новости дня. О спорте. Оренбургский «Локомотив» завершил домашнюю серию игр чемпионата высшей лиги по хоккею с мячом. В шести матчах наша команда одержала две победы. После того, как железнодорожники поровну разошлись с Акжаиком и Маяком, в завершении первого домашнего блока оренбуржцы принимали бессменного фаворита нашей группы высшей лиги – знамя Удмуртии. Воткинская команда, как всегда уверенно, начала турнир. Но в последней встрече на родном льду неожиданно упустила победу с никельщиком. Дабы доказать случайность такого результата, знаменосцы в Оренбурге начали с места в карьер, уже к перерыву первого матча обеспечив существенный отрыв – 6-1. Посчитав дело сделанным, гости явно расслабились и предоставили «Локомотиву» возможность совершить камбэк. Чем хозяева и воспользовались, забили четыре мяча подряд и по истечении часа игры подобрались в счете вплотную. К сожалению, спасти матч не получилось. В оставшееся время соперники по разу огорчили друг друга, и воткинцы добились нужного, пусть и минимального перевеса – 7-6. На следующий день удмуртская команда также повела 6-1, но теперь вольности себе не позволила и близко железнодорожников не подпустила – 9-3. Знамя упрочило лидерство в третьей группе. «Локомотив» с шестью очками занимает пятое место. После довольно продолжительного перерыва, почти через месяц, оренбуржцы съездят на игры в Казахстан, а в конце января на домашнем льду примут СКА Свердловск. Анатолий Юденич, Егор Катаев, Новости дня. Оренбургский спорт понес большую утрату. 25 декабря ушла из жизни заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Татьяна Балдина. Татьяна Ивановна – бессменный руководитель областной школы Олимпийского резерва номер один имени Николая Гейтса. Более 50 лет она успешно сочетала тренерскую и административную работу, активно участвовала в общественной жизни Оренбурга. Балдина стояла у истоков создания областной федерации фигурного катания, вела разнообразную работу по подготовке спортсменов высокого класса. Среди ее воспитанников – победители и призеры крупнейших всероссийских и международных соревнований по фигурному катанию и большому теннису. Интересные события, которые произошли за последние сутки. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Здравствуйте! До наступления Нового года осталось меньше недели. Какой же будет погода в ближайшие сутки, узнаем буквально через несколько секунд. Новый год Впервые фонд модернизации Оренбургской области объявляет беспрецедентную акцию «Оплати долг без пеней для всех должников по взносам за капитальный ремонт». Собственникам многоквартирных домов, имеющих задолженность, предлагается оплатить основной долг до конца 2022 года. Данному должнику будут в полном объеме списаны все пени. Воспользуйтесь возможностью снизить свою финансовую нагрузку. Войдите в Новый год без долгов за капремонт. Подробности акции на сайте орбофонд.ру Умеренно морозная погода сохранится над нашей территорией. В ближайшие сутки переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью по области 9-14 мороза, на севере и востоке до минус 20, а днем от минус 4 до минус 9 градусов. По районам подробнее. Запад минус 9-12 ночью и минус 4-7 днем. Центр-юг ночью 11-14 ниже нуля и от минус 5 до минус 8 днем. На севере в ночное время 13-16 мороза, а в дневное минус 5-8 градусов. Ну и на востоке 13-16 со знаком минус ночью и минус 6-9 днем. С 19 по 31 декабря, а также в новом году, 4-5-6 января, в торговом комплексе «Любимый», «Дед Мороз» и «Снегурочка» поздравят гостей и вручат сладкие подарки. Также вы сможете бесплатно упаковать подарок. Свершите покупку до 31 декабря на сумму от 1000 рублей. Предъявите чек на стойке информации и вам бесплатно упакуют покупку. Подробности на ТЦЛюбимый.РФ В Оренбурге в ближайшие сутки преимущественно без осадков. Ночная температура 12-14 градусов мороза, а днем от минус 6 до минус 8 градусов. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба и существенно не изменится. Горнолыжный сезон в Гребенях открыт. Искусственное оснижение позволило подготовить склоны для активного отдыха. Работают все подъемники для горнолыжников и сноубордистов. Запущенный работает всеми любимый Тюбинг-парк. В прокате имеется горнолыжное и сноубордическое снаряжение большого размерного ряда. А квалифицированные инструкторы научат вас и ваших детей мастерству катания. За здоровьем в Гребене. И это всего 15 км от города. В рубрике «Не только сегодня» о смехе. Врачи в шутку называют смех бесплатной медициной. Пусть он не заменит традиционного лечения, но непременно сделает жизнь лучше. И все это без неприятных побочных эффектов. На вопрос, почему же мы смеемся, никто не знает ответа. Ученые до сих пор бьются над этой тайной века. Существует даже наука – гелатология, которая изучает влияние смеха на организм. Известно, что женщина смеется чаще, зато мужчины отпускают большее количество шуток. Ровно через сутки я расскажу вам о пользе смеха. До встречи на телеканале ОРТ. Новосибирск Это день с ОРТ. Мы продолжаем. Подготовка к новогодним праздникам на финишной прямой. Как громко будем отмечать, зависит от нас. В этом году, как отмечают аналитики, большинство россиян теряют интерес к фейерверкам. 74% не собираются покупать салюты, потому что это дорого и опасно. В исследованиях приняли участие порядка 2000 человек в возрасте от 18 до 55 лет из разных регионов России. 43% из тех, кто не планирует покупать фейерверки, объяснили свое решение тем, что пиротехника стоит дорого. Другую часть опрошенных опасность травмирования остановила от покупки пиротехники. Третий респондентов это неинтересно. Примерно четверть не хотят пугать животных и мешать другим людям. Россияне из числа тех, кто планирует покупать праздничные салюты и другую пиротехнику к Новому году, половина приобретает фейерверки, чтобы порадовать детей. Более трети участников опроса считают, что салюты и хлопушки придают празднику атмосферу торжественности. А каждый десятый считает, что это обязательная новогодняя традиция. Большинство из тех, кто планирует потратиться на искрометные развлечения, намерены уложиться в бюджет порядка 3000 рублей. От 3 до 5000 рублей готовы потратить треть участников опроса. 7% готовы закупиться в пределах 10 тысяч рублей. И лишь 3% заложили в бюджет более 10 тысяч рублей. При этом столичные издания сообщают, что жителям Москвы в принципе надоели салюты. Предновогодний спрос на пиротехнику упал на треть по сравнению с прошлым годом. Выросшие на 15-20% цены тоже не способствуют желанию покупать. Продавцы пиротехники отмечают, что закупленные весной по высокому курсу доллара фейерверки не пользуются спросом. Тем, кто все же захочет добавить ярких искр своему празднику, специалисты напоминают, запускать их нужно только на пустырях или безлюдных местах, чтобы никому не мешать, и закупаться в проверенных местах. Добавим, в новогоднюю ночь в Москве будет запрещено запускать фейерверки после 23.00 согласно закону о тишине. Для запуска бытовой пиротехники в различных районах города будут определены специальные площадки. В Роспотребнадзоре по Оренбургской области рассказывают, как выбрать безопасное пиротехническое изделие. Специалисты советуют перед покупкой и использованием пиротехники осмотреть внешний вид на целостность упаковки и фитиля, ознакомиться с информацией о радиусе опасной зоны действия, размещенной на упаковке. Не следует приобретать салюты, если в них нет понятной инструкции по применению, не указан или истек срок годности, нет подтверждающего сертификата. Большинство пиротехнических изделий нужно использовать под строгим контролем взрослых и при неукоснительном выполнении изложенных в инструкции мер предосторожности. Разговор продолжим в теме дня. Есть такая поговорка «предостережен значит вооружен». Сегодня в теме дня попытаемся понять, как одновременно провести Новый год и весело, и безопасно. Поможет нам в этом заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий, управления надзорной деятельностью и профилактической работой Главного управления МЧС России по Оренбургской области Марис Олимбеков. Марис, здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Новый год. Традиционно мы все запускаем фейерверки. Наверное, в этом году, хоть есть статистика, что оренбуржцы планируют меньше их запускать, я думаю, надо начать с этого и определиться с правилами, где это делать стоит, где это делать не стоит, потому что каждый Новый год, выходя с каникул, мы видим, к сожалению, очень печальные истории. Да, ежегодно у нас происходят происшествия, связанные с использованием пиротехнических изделий, вследствие чего возникают пожары, люди получают травмы. И здесь, конечно же, необходимо соблюдать элементарные требования при, это самое главное, при уже выборе пиротехнических изделий. То есть, все начинается при выборе еще? Да, при выборе. То есть, когда мы выбираем пиротехническое изделие, оно должно быть сертифицировано. Там есть инструкция, и необходимо следовать инструкции. Конечно же, в связи мы понимаем, что в период новогодних мероприятий повышается пожарная опасность, связанная с пиротехническими изделиями. В данной связи у нас устанавливается особый противопожарный режим на территории региона. С 30-го числа данный режим будет действовать 30 декабря 2002 года по 8 января, где мы меняем дополнительные требования для граждан. У нас категорически запрещено, в соответствии с требованиями особого противопожарного режима, на расстоянии не менее чем 50 метров запускать пиротехнические изделия от жилых домов. Ну и, конечно же, непосредственно в жилых домах, это у нас тоже категорически запрещено правилами противопожарного режима. То есть, все, кто запускает их салюты с балкона, это очень плохо и очень опасно? Это, во-первых, очень опасно. Напомню, что в связи с установлением особого противопожарного режима у нас штрафные санкции увеличатся практически в 2-3 раза, как в отношении граждан, должностных лиц, юридических лиц. Напомню, штрафы для граждан у нас составят от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 80, на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. Стоит задуматься перед этих цифрами. И, конечно же, не только административная ответственность, как вы уже сказали, если вы будете запускать перетехнические изделия с балкона, вследствие чего возникнет пожар, и вы соседним строением, либо соседям сверху, снизу, повлечет крупный материальный ущерб вследствие пожара, то будет в отношении вас возбуждено уголовное дело. А такое случается? И вообще, что говорит статистика, вот этот новогодний период праздников, повышается количество пожаров в регионе? Ежегодно, конечно же, в быту у нас резко увеличивается количество пожаров. Пожары, конечно, происходят с групповой гибелью. Здесь, конечно, причины не только перетехнические изделия, но и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электротехнических оборудований, печного оборудования. Наглядным примером у нас является пожары групповой гибелью в прошедшем году в Домбаровском районе, где у нас погибли люди, целая семья, то есть из-за нарушения требований пожарной безопасности, связанных с эксплуатацией электротехнических приборов. То есть каждый год цифра растет? Каждый год цифра растет. Ежегодно, конечно же, мы проводим профилактические мероприятия, информирование населения, консультирование руководителей объектов. Но при этом люди, надеясь на русскую авось, не соблюдают элементарные требования пожарной безопасности, что и приводит к плачевным последствиям. В этом году ситуация как-то меняется? Что мы можем говорить о статистике этого года? Пожаров больше, меньше? Если мы остановимся в статистике пожаров, то с начала года у нас зарегистрировано более 5000 пожаров, на них погибло более 100 человек и также травмы получили более 100 человек. Если мы сравниваем с аналогичным периодом прошлого года, здесь, конечно, у нас показатели ниже. То есть, все привитивные мероприятия, профилактические мероприятия, которые проводились населением, руководителям объектов, то есть, дали свой положительный результат. Но при этом у нас с начала месяца текущего наблюдается рост пожаров на 50%, рост погибших и травмировано более чем на 50%. С чем это связано? Ну, это связано, прежде всего, что у нас начались понижения температуры воздуха, в связи с чем население активно начало использовать печное оборудование, электротехнические приборы, оборудование. Также используют самодельные электроприборы и в связи с чем, то есть, что приводит к пожарам и к их плачевным последствиям. Ну, все, наверное, слышали, также в текущем месяце у нас произошел пожар на территории города Оренбурга с групповой гибелью, где погибло 4 человека, в том числе двое детей. То есть, именно причина пожара устанавливается на сегодняшний день, но основными причинами пожара, опять же, как я уже повторился, остается нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, печного оборудования. Это в зимний период, а если вообще брать общую цифру? Ну, если общую брать, то у нас, конечно же, более чем 50% причины это неосторожное обращение с огнем. А что за эти аббревиатуры скрывается? Ну, неосторожное обращение с огнем, то же самое, используем перетехнических изделий. У нас, допустим, определены площадки, есть инструкции, соответственно, которыми должны использовать перетехнические изделия. Но население берет и использует самопроизвольно. Вышли, погуляли, рядом с домом постреляли, или постреляли с балкона, с крыши домов, вследствие чего у нас происходит пожар, то есть, гипплюди. Вот наглядный пример, который является неосторожным обращением с огнем. Следующее – это курение. То есть, люди курят, оставляют без присмотра источники открытого горения, вследствие чего происходит пожар. Это тоже происходит и в новогодние, и в целом. Ну да, то есть, у нас население, просто у нас именно период новогодних, почему мы акцентируем на это внимание, это потому что большое количество людей, то есть, начинаются массовые гуляния, то есть, вследствие чего уже как бы не соблюдаются требования пожарной безопасности. Да, сознательность резко понижается, в связи с чем резко увеличивается количество пожаров и негативные последствия от них. Вы ведете как-то статистику, ведь в пожаре что? Главное оперативно о нем узнать и приехать, принять меры к его ликвидации. Вот в новогодние ночи, неделя после новогодней ночи, звонки поступают менее оперативно по сравнению с обычным периодом? Нет, ну, звонки поступают оперативно, то есть, ежедневно проводится анализ произошедших пожаров, то есть, причины устанавливаются ежедневно, по результатам которого у нас ежедневно совместно с правительством организована работа по корректировке работы профилактических групп, которые ежедневно у нас инструктируют население. То есть, мы видим в тех муниципальных образованиях, где пошел рост, где население начинает, так будем говорить, не соблюдать требования пожарной безопасности, мы вводим корректировки, связанные с причинами, на что необходимо акцентировать внимание, на какое муниципальное образование. Также у нас в период действия особо противопожарного режима ежедневно работают административные комиссии, которые дополнительно составляют протоколы за нарушение дополнительных требований. Ну, это я наглядно привел вам пример, что у нас запрещено на расстоянии чем 50 метров запускать перетехнические изделия. Также у нас члены административной комиссии могут работать, то есть, в вечернее время выявлять данные нарушения и в отношении виновных лиц составлять протоколы, то есть, ежедневно эта работа проводится. Есть понимание, люди, которые привлечены к ответственности, которые не столкнулись с трагедией, а только привлечены к ответственности, их сознательность повышается, они понимают, что что-то делали неправильно? Ну, конечно, то есть, население уже относится более ответственно. Ну, во-первых, это штрафные санкции, очень большие, как я уже сказал, на граждан от 10 до 20 тысяч, то есть, и люди, конечно же, не только же мы их применяем в отношениях административной ответственности, но и разъясняем требования, также в рамках консультации рассказываем наглядные примеры, где у нас произошли пожары с групповой гибелью и где люди остались без жилья, то есть, такими наглядными примерами приводим и повышаем их несознательность, и они уже в своем кругу семьи, в рабочем коллективе также уже доводят данную информацию, и это, то есть, дает уже свои эффективные результаты. Меняются требования в новогодние праздники, вы сказали, режим работы самих спасателей меняется как-то? Да, главное управление у нас переходит, повышенную готовность, сотрудники ежедневно реагируют на складывающуюся обстановку, то есть, для нас выходных нет во время праздничных мероприятий, мы ежедневно работаем в рамках информирования населения, то есть, в том числе, по предприятиям, которые осуществляют торговлю пиротехнической изделия, также по гражданам, которые осуществляют продажу пиротехнических изделий. Ежедневно проводим информирование, в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности, принимаем меры административного воздействия за выявленные нарушения. Опять же, касаясь новогодних праздников, мне интересно, влияет ли на сложность тушения пожара при его причинах? Это неосторожное обращение с огнем, или это пиротехника? Какой пожар тушить сложнее, какой развивается быстрее? Или это от других факторов зависит? Ну, здесь фактор зависит, конечно, от времени обнаружения пожара, то есть, в зависимости, когда мы обнаружили пожар, и, следовательно, от этого зависит скорость прибытия подразделения пожарной охраны. И, следовательно, у нас из чего? То есть, сам дом построен, деревянный ли это дом, то ли это, то есть, получается, степень огнестойкости строения, которая будет осуществляться наигде, произошел пожар. От этого зависит у нас данные факторы и результат, то есть, тушение и эффективность. Когда мы говорим о зиме, это же не только новогодние праздники, но это, как вы отметили в начале, системы отопления различные. Кто-то это централизованное отопление, у кого-то в частном секторе электроприборы, самодельные приборы. Вот они насколько часто становятся причинам серьезных трагедий в зимний период времени? На сегодняшний день 45% пожаров происходит именно из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. И здесь, конечно же, мы подготовку не начинаем именно к этим новогодним мероприятиям 30-го, 29-го декабря. Все мероприятия у нас были спланированы заблаговременно в октябре, в ноябре месяце. То есть, когда еще не было морозов? Конечно, все мероприятия были спланированы, все организационные нормативно-правовые акты, заседания комиссии проведены, соответствующие задачи органам профилактики всем поставлены. То есть, именно в период новогодних рождественных праздников мы просто повышаем свою бдительность и повышаем уже бдительность населения для того, чтобы они соблюдали требования пожарной безопасности. Вот эти электроприборы, пожары из-за них происходят потому, что техника некачественная или потому, что все-таки люди неправильно их обслуживают, содержат? Ну, если остановимся на печном оборудовании. Здесь у нас в большинстве случаев это перекав, то есть, что люди топят, топят, топят долгое время, в связи с чего происходит перекал. Также отсутствие отступки, отделки соответствующей, которые должны быть размерами, которые с правилами противопожарного режима, либо их нет, в связи с чего у нас происходят пожары. Также хранение горючих материалов вблизи печного оборудования или источников открытого горения. Вот из-за этого у нас происходят пожары. По электротехническим причинам, конечно же, здесь в большинстве случаев, что у нас электропроводка старая, долгое время эксплуатируется, никто на него не обращает внимания, в связи с чего происходят пожары. То есть, это больше все-таки разговор про сознательность людей и их личную ответственность за свою безопасность? Да, конечно, здесь основные моменты – это сознательность граждан. А что можно посоветовать, что им делать? Нужно регулярно обслуживать или как? Постоянно же не вышли каждый день подсматривать. Конечно, перед началом осенне-зимнего периода, то есть, необходимо проверить печное оборудование, отступку, отделку, притопочный лист, выполнить всеми привитивные мероприятия, которые каждый гражданин знает, из-за чего происходят пожары. То есть, видит, вот это выполнить и соблюдать в течение зимнего периода. И не произойдет пожар у нас. И по электротехническим причинам, если вы знаете, что у вас периодически срабатывают рубильники, то необходимо обратить внимание на электрическое состояние проводов, систему, которая у вас имеется, и замениться и временно. У нас до Нового года остается буквально несколько дней. Я предлагаю вам выступить, наверное, с обращением, с предостережением к жителям нашей области, к нашим зрителям, как все-таки провести тезис на Новый год так, чтобы он и запомнился, было и весело, но и безопасно. Обращаясь к гражданам, еще раз хочу сказать, необходимо соблюдать элементарные требования пожарной безопасности, проверить свое печное оборудование, электрооборудование, электрооборудование, которое вы эксплуатируете, электрические сети, также при использовании перетехнических изделий, соблюдать инструкции, которые предусмотрены перетехническими изделиями. У нас специальные площадки, определенные на территории городов, где можем запускать перетехнические изделия. Вот эти элементарные требования позволят вам спасти ваше имущество, вашу жизнь в случае возникновения пожаров. Но также обращаю внимание, что автономные дымовые пожарные извещатели необходимо оборудовать свои квартиры, дома для того, чтобы могли спасти жизнь своей семьи, себя в ночное время, особенно, когда спите. Положительный опыт автономных дымовых пожарных извещателей мы уже неоднократно доводили, и все о них уже знают и слышали неоднократно. Марис, ну я думаю, самое время еще и поздравить оренбуржцев с Новым годом. Уважаемые оренбуржцы, пожелаю вам удачи, соблюдать требования пожарной безопасности, и чтобы эти новогодние мероприятия у вас произошли без происшествий. Спасибо, что пришли. Ответили на наши вопросы. Маленький Генри и Снежный Человек. С этого спектакля стартовала череда новогодних представлений для юных зрителей в Оренбургском театре «Кукол». На предпремьерном показе побывала наша съемочная группа. Эмоции детей и взрослых в нашем следующем сюжете. В зал нарядный заходите, представление поглядите. Будем вместе веселиться и смеяться не лениться. Фойе «Кукольного театра» «Аншлаг». Взрослые дети в канун Нового года пришли увидеть зимнюю сказку – премьеру спектакля о Снежном Человеке. Он поставлен по пьесе драматурга из Луганска Артема Малахова. В истории рассказываются самые важные качества человека – проявления доброты. Артем разрешил нам, когда мы с ним познакомились, я у него просил естественное разрешение, он разрешил поставить эту пьесу. Пьеса ставится второй раз, она довольно-таки новая, ей года четыре, не больше, даже, по-моему, меньше. Так что зритель наш еще ее не очень видел. Я думаю, что она достойно вольется в репертуар Оренбургского театра кукол. К спектаклю несколько месяцев разрабатывались декорации и сами куклы. Последние работы проводились уже в предпоказанный день. У художника-постановщика Марии Гладких следы работы видны на руках. Придумывали художественное оформление этого спектакля. Эскизы декораций, макет, эскизы кукол. И, собственно, потом мы приехали, все отдали в работу цеха. Они все это сделали по чертежам из фанеры, каркас, а я уже приехала все расписывать. Мария делится. От остальных ее работы эти куклы отличаются современностью. Они яркие и необычные. Это штоковые марионетки и паркетно-планшетная, мимирующая кукла снежного человека. Спектакль о маленьком Генри и снежном человеке – история о том, как из одного города ушла радость. Даже мистер Бирко был когда-то добрее. Да, Генри. Даже он, может быть, мне так казалось. Как отмечают авторы, сказка получилась снежной и нежной. В зимний холодный город удалось вернуть смех и радость. Новогодняя атмосфера в Театре кукол не только благодаря спектаклю, но и импровизированной выставке. Здесь можно увидеть снеговика, снежную королеву, также послушать рассказы о Новом Годе. В Европе же на Рождество подарки детям разносит его брат Санта-Клаус. Такие QR-коды с разными историями можно найти в разных уголках кукольного театра. Организаторы говорят, старались создать новогоднее настроение для всех. И мы хотели, чтобы как раз Новый год был таким теплым, домашним, трогательным. Вот, как сейчас там говорят, с чашкой горячего какао. До 9-го числа у нас идут по три спектакля. Ну, помимо этого, у нас еще со 2-го числа будут спектакли «В лесу родилась елочка». Это малый зал для тех, кому 3+. Это бэби-спектакли для самых-самых маленьких. В новогодние каникулы детей ждут незабываемые и сказочные спектакли. Зимний репертуар продолжат постановки. «Снежная королева», «12 месяцев», «Снегурочка» и другие новогодние сказки. Их можно будет увидеть до конца января. Сказочные представления запланированы во всех театрах областного центра. В нашей афише лишь часть спектаклей, которую красят детские каникулы, позволят детям и взрослым провести время вместе. В театре драмы всю предновогоднюю неделю и в дни школьных каникул для юных зрителей поставили спектакль «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» по мотивам сказки Сальмы Лагерлев. Это волшебная история о том, как мальчик посмеялся над лесным гномом, а тот превратил его в маленького человечка. Совершенно случайно Нильс отправляется вместе со стаей диких гусей в долгое, полное приключение путешествия. В театре «Кукол Пьеро» на каникулах со своим спектаклем выступят артисты Санкт-Петербургского театра «Петроглев» с новогодним представлением «Серебряная копытца» по мотивам сказки Бажова. В Большом концертном зале филармонии зрителей ждет новогодний музыкальный спектакль для детей по мотивам русской народной сказки «Василиса Прекрасная». В Татарском драматическом театре имени Файзи дети смогут посмотреть спектакли «День рождения Снегурочки» и «Врун» из Тридевятого царства. Здравствуйте! Самое время узнать, чем интересовались у Яндекса арюмбушцы сегодня. Это «Сплеск интересов» с вами Елена Еремина. И по традиции пятерка самых популярных запросов. На пятой позиции из 46 всплесковых баллов у запроса преференции «Что это такое?» Это преимущество льгота, предоставляемое отдельным государством, предприятиям, организациям для поддержки определенных видов деятельности. Пользователи Яндекса узнавали значение слова. Интерес к нему связан с новостью о разработке в Госдуме законопроекта об отмене преференции для уехавших россиян. Известно, что для покинувших Россию предлагают ввести повышенную ставку налогообложения. Идею поднять налоги представил спикер Госдумы Вячеслав Володин. На четвертой позиции запрос «Спиридон Тримефунский». Он набирает 48 баллов. Арюмбушцы вбивали в поисковик молитва «Храм икона». Они уточняли особенности праздника. 25 декабря на Руси отмечали День святого Спиридона Тримефунского. Христианский святой почитается в лике святителей как чудотворец. В православных храмах в эту дату проходят богослужения. Прихожане молятся о счастливом замужестве, здоровье и успехах. Третье место в нашем рейтинге у запроса «Матч ХК Сочи-Акбарс» – 51 балл. Любители хоккея искали подробности встречи Акбарса и Сочи. Она состоялась 25 декабря. Итоги игры – 3-4. Основное время завершилось ничьей 3-3. Но Акбарс вышел вперед. Победу удалось одержать у «Буллита». Событие проходило в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Его подробности вы также можете узнать у поисковой системы. И второе место у запроса премьеры сериала «Ведьмак происхождения». Он уверенно набирает 52 балла. Интерес провоцировала информация о показе кинокартины. Мини-сериал «Ведьмак происхождения» вышел на одном из сервисов, который ушел с российского рынка. Пользователи Яндекса хотели уточнить подробности этого факта. На сегодня известно, что проект представляет собой 4 эпизода. Идем дальше. И безусловный лидер рейтинга – запрос «Католическое Рождество». Яндекс оценил его в 57 всплесковых баллов. 25 декабря католики во всем мире отметили Рождество. Перед знаменательным событием верующие устанавливали дома ели, вешали гирлянды, приготовили подарки. А уже сам праздник дарили друг другу подарки, собирались за накрытым столом вместе с родными и друзьями. Это время предназначено для душевного очищения, усиленного покаяния. На этом все. Мы следим за запросами пользователей Яндекса в Оренбурге. Каждый день присоединяйтесь к нам. С вами была Елена Еремина. До встречи на ОРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И снова к новостям дня. Информационная редакция готова поделиться важными событиями. У нас еще много интересного. Не переключайтесь. В эфире новости дня в студии Наталья Мороз. Здравствуйте. О самом главном готовы рассказать мои коллеги-корреспонденты ОРТ. И вот что вы увидите сегодня в программе. Награды участникам специальной военной операции Оренбуржцы отмечены президентом России Владимиром Путином за мужество, отвагу и самоотверженность. Сделать путь до школы комфортно. 56 автобусов отправятся в селы региона. Ёлка желаний. 8 маленьких оренбуржцев получили подарки от губернатора. Оливье и селедка под шубой. Сколько потратят оренбуржцы на традиционные салаты в преддверии Нового года. Оренбургский локомотив завершил домашнюю серию игр чемпионата высшей лиги по хоккею с мячом. В шести матчах наша команда одержала две победы. Понедельник глава региона вручил государственные награды участникам специальной военной операции. Оренбуржцы отмечены президентом России Владимиром Путиным за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении долга. Гербовый зал правительства области. В торжественной обстановке собрались участники специальной военной операции на Украине. Губернатор Денис Паслер поблагодарил героев и выразил гордость за земляков. Церемонии награждения высокими государственными наградами в последнее время проходят регулярно. Мы искренне гордимся вами. Восхищаемся вашей силой духа, которая позволила и позволяет выполнять сложнейшие боевые задачи оставаться верными своему дому. В списках награжденных сегодня медалями Жукова, Суворова за отвагу и ордена за заслуги перед Отечеством второй степени 9 человек. Среди кавалеров медали за отвагу – лихой доброволец Борис Нор. Мужчина, несмотря на полученное ранение, вновь отправляется в зону специальной военной операции. Герои представили, не знаю, будет, не будет, но в Москву отправили. За вторую походку. Сейчас я третий раз уезжаю, через два дня он сам на своей машине. Купил машину специально, вот мы с ним вот едем. Под Еленовкой, в Маринке, ну подойдите сюда. Вот они. А вот с этим мы сейчас едем вдвоем. На собственной машине, сами. Я снайпер вообще, я все время, ну один работал. А сейчас в паре будем работать. По словам героя, на его счету не один уничтоженный вражеский хаймерс. Мужчина говорит, что ни он, ни его товарищи сдаваться не намерены. И возвращаться в зону военных действий будет столько, сколько потребуется. В школах Оренбуржья, которые ушли на карантин из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, вновь вернулись к очному обучению. Об этом сообщают в региональном министерстве образования. На дистант вынуждены были перейти 26 учебных заведений Оренбурга. В областном центре подъем уровня заболеваемости среди детей 7-14 лет наблюдался последние пять недель. Сейчас рост заболеваемости прекратился. С понедельника ученики вновь вернулись в школы. При этом соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Входной контроль температуры тела, выявление больных детей и сотрудников образовательных заведений, а также максимальное разобщение учащихся разных классов при проведении занятий. И продолжение школьной темы. 26 декабря в Оренбурге вручили 56 автобусов, которые отправятся в 20 муниципалитетов. Новый транспорт заменит устаревшие машины, что не только ускорит время в пути до школы, но и сделает его более комфортным. Юлия Тюшевская продолжит. Директор общей образовательной школы номер 10 Гайского городского округа. Сразу автобусы «Газель» получает Гайская школа номер 10. Директор учреждения рассказывает, около ста детей приходится возить из соседних поселков. До этого у нас было две «Газели» и автобус, но два транспорта уже устарели, поэтому мы очень рады, что сегодня получили новый транспорт. Не скрывает радости и Людмила Моисеева. Женщина руководит Бугурусланской школой номер 7. Сегодня туда отправились два новых автобуса. Четыре раза в день мы привозим деток из соседних поселков. Затон, Озеровка, Савруха. Мы очень рады этому событию, потому что мы ждали технику. Нашему автобусу уже 9 лет, и поэтому мы с удовольствием получаем новые автобусы. 56 машин вручили школам региона. По словам вице-губернатора Татьяны Савиновой, обновление автопарка образовательных учреждений на этом не завершается. Я поздравляю вас с этим событием. У нас огромный уже автопарк, школьный, 545 автобуса. Мы уже точно понимаем, что в марте следующего года еще свыше 40 новых автобусов будет выручать. Я, конечно же, желаю, чтобы ребята безаварийно ездили в наших автобусах. Сегодня они очень комфортные, удобные. В новых автобусах есть ряд преимуществ. Это кнопки экстренной связи с водителем, багажные полки для ранцев. Есть также наружные и внутренние громкоговорящие установки для водителя. Сам этот автобус теплее теперь, печки лучше греют. Во-первых, он герметичный сам автобус. Не так выдувается и остывает по-другому. Транспорт передали в пользование в 20 муниципальных образований Оренбургской области. Автобусы и «Газели» приобрели за счет средств федерального бюджета. Юлия Тюшевская, Семен Воробьев. Новости дня. Федеральный проект «Елка желания» исполняет мечты детей. Подарки к празднику получают воспитанники детских домов. Дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ребята с ограниченными возможностями здоровья. Одно из таких желаний исполнил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Мальчик из набережных Челнов давно мечтал прокатиться на КАМАЗе. У нас в кабине три места. Эдуард Николаев, пилот команды КАМАЗ-Мастер, проводит для юного пассажира инструктаж. Ребенок – настоящий фанат грузовиков. Увлечен техникой, любит собирать конструкторы грузовых автомобилей. И вот теперь желание покататься на КАМАЗе исполнилось. Он едет по скоростной трассе в кабине настоящего грузовика. Прыжочек будет. Держимся. Всероссийская акция «Елка желаний» в этом году проходит в пятый раз. Каждый из нас может стать добрым волшебником. Уверен, что во всех 14 регионах нашего Приволжского федерального округа есть много людей с чистыми сердцами, которые присоединятся к этому благородному делу. Акция «Елка желаний» реализуется с 2018 года на всей территории России. За это время исполнилось около 600 тысяч новогодних желаний. В этом году особое внимание уделяется детям из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и детям, проживающих в новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Татьяна Штылер, Анатолий Филатов. Новости дня. Исполнились заветные желания и у оренбургцев. Восемь ребят также стали участниками проекта «Елка желаний». Елена Еремина продолжит. Новогодняя «Елка» и, конечно, особое настроение. Вот-вот губернатор Оренбургской области встретит ребят, которые ждут подарки. Твой? Твой. Точно твой? Точно твой. Он подходит тебе? Твой. Что надо сказать? Ты будешь падать? Нет. Спасибо вам огромное. С наступающим новым годом. Спасибо. Вас? Спасибо вам большое, сестры. Спасибо вам. Спасибо. У вас наступающего. Всего хорошего. Новогоднее желание Маши Мамыкиной из Орска сбылось. У девочки сахарный диабет, но, несмотря на заболевания, она ведет активный образ жизни. Теперь первоклассница может кататься на спортивном велосипеде. Времени зря не теряет, пробует транспорт прямо на месте. Тяжело крутить педальки? Да. Ну, ты же научишься? Конечно. Получают из рук Дениса Паслера подарки еще семь ребят из Оренбурга, Новоорска, Бузулука, Новотроевска. Уже не желание, а реальность. Фитнес-браслет, световой стол, песочница, игрушечная кухня, батут, домик для куклы. Тимофей Кривошей в восторге от набора «Лего» и книги о космосе. А его главное желание исполнится в марте. Он встретится с игроками футбольного клуба. Я прочитал твое желание встретиться с игроками футбольного клуба. Я с ними договорился. Они сейчас единственное, что отдыхают, наверное, ты знаешь, межсезонные, так называемые, они готовятся начать свои, скажем так, следующие туры. Мальчик признается, настроение действительно на высшем уровне. В ожидании встречи с удовольствием будет читать книгу. Ну, про звезды и планеты. Ну, приятно, у тебя подарки. Ну, да. То, что ты загадал. Да. Не меньше счастливы родители. Они, как и всегда, рядом с детьми. Рады, что у сына исполнилось желание. Волнительно было встреча с губернатором. Все прошло интересно, празднично. Всего в этот день Денис Паслер порадовал 8 юных оренбуржцев. Елка желаний у губернатора Оренбургской области уже добрая традиция. Из года в год всероссийская акция показывает, что мечты детей должны сбываться. В Оренбургской духовной семинарии прошло ежегодное епархиальное собрание, где традиционно подвели итоги этого года и наметили планы на следующий. Также в рамках этого собрания наградили многодетных матерей. Ольга Клигун воспитывает шестерых детей. По многочисленным фотографиям видно, семья любит активный отдых на природе и путешествия по стране. Однако есть свои увлечения и у каждого ребенка. Все школьники от 7 до 18, кто учится, два студента, остальные школьники. Один плаванин, очень любит плавать, прирожденный плавец. Другой борьба, медаль, первая наша медаль за второе место. В Оренбургской духовной семинарии Ольге Клигун и еще четверым многодетным матерям митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин вручает патриаршие награды. Аксиум! Аксиум сон, аксиум сон! Звучат слова благодарности, ведь быть мамой – нелегкий ежедневный труд. Милости Божья, чтобы Господь помог вам вырастить, воспитать своих деток добрыми гражданами Отечества нашего и членами Русской Православной Церкви. Помогай Бог вам! В конце декабря подводят и итоги уходящего года. Он был плодотворным. Одним из главных обсуждаемых вопросов было обсуждение помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации, вопроса благотворительности, социального служения. И прозвучало из уст кладыки Вениамина, председателя епархиального собрания, правящего археей нашей епархии, о том, что это направление нужно всячески развивать, поддерживать. Обсудили и планы на следующий год. Намечено много задач и встреч. Так, в 2023 году в область планируется первый визит патриарха Кирилла. Диана Кузимбаева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся и вот о чем расскажем далее в программе. Оставайтесь с нами. Оливье и селедка под шубой. Сколько потратят оренбуржцы на традиционные салаты в преддверии Нового года? Оренбургский «Локомотив» завершил домашнюю серию игр чемпионата высшей лиги по хоккей с мячом. В шести матчах наша команда одержала две победы. Это новости дня. Мы продолжаем. На новогоднем столе россиян. И в этом году главное место займет салат «Оливье». Не менее популярна и селедка под шубой. В какую сумму обойдется приготовление традиционных блюд для оренбуржцев? Посчитали в Оренбург, кстати. В середине 19 века француз Люсьен Оливье придумал салат, который очень быстро стал известен московским гурманам того времени. Рецепт хранился в большом секрете и остался неразгаданным до сих пор. Однако быстро появились десятки вариаций. В каждой семье существует свой способ приготовления салата. За год стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления, выросла на 6,26%. Сильнее всего увеличилась цена на огурцы. Прирост составил более 25%. Практически настолько же выросла стоимость на зеленых горошек. Подорожал и майонез на 7%. Однако по расчетам специалистов подешевели куриные яйца и овощи. Так, например, картофель стал стоить меньше на 36%. Таким образом, если в ноябре прошлого года салат обошелся бы в 400 рублей, то спустя год уже в 425. Еще один любимый салат россиян – селедка под шубой. Версий его появления множество. Одна из них уходит далеко от нашей страны в северные скандинавские края, которые всегда славились избытком вкуснейшей рыбы. В кулинарных книгах Норвегии 1851 года можно найти схожий рецепт, название которого переводится как «селедочный салат». Существует и английский аналог. У нас же блюдо появилось лишь в 60-х годах прошлого века. В его состав входит соленая сельс, картофель, морковь, свекла и лук, а также вареные яйца и майонез. Основной ингредиент – рыба. Подорожала за год почти на 9%. Однако из-за того, что овощи и яйца стали дешевле, общая стоимость салата практически не изменилась. Год назад почти 206 рублей, сейчас – 204. Уралу – чистое русло, мальков – водоемы, а леса – новые саженцы. В Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области подвели итоги года. В этом году по программе «Сохранение лесов» нацпроекты «Экология» восстановили лес на площади 970 гектаров. Однако, как отмечает профильный министр Александр Самбурский, леса в Оренбурге не такие роскошные, как в соседних регионах и очень плохо приживаются. У нас и то, что мы новое сажаем в силу погодных причин, ну как минимум 20% просто не приживается, приходится списывать. Важно не только сажать новые деревья, но и ухаживать за старыми. В выходящем году удалось расчистить 219 гектаров лесополосы. Необходимо следить и за состоянием рек. В следующем году планируют приступить к расчистке 8-километрового участка русла Урала в районе пляжной зоны Оренбурга до автомобильного моста. На это заложено в бюджет 150 миллионов рублей. Справиться с данной задачей намерены за два года. Важно еще и восстановить речную фауну. За год в водоемы региона выпустили более 400 тысяч штук молоди сазана, толстолобика и стерляди. Рыбалка должна быть законной, подчеркивает в министерстве. За прошедший период выявили свыше тысячи нарушений в этой сфере. Браконьерство должно быть наказано, отмечает профильное ведомство. За 2022 год возбуждено 12 уголовных дел. В селе Чаганлы Абдулинского городского округа своевременная газификация зерносушилки помогла спасти урожай подсолнечника. Все подробности далее. Из-за осенних проливных дождей уборка подсолнечника в этом году задержалась. У семян настолько высокий процент влажности, что им приходится проходить цикл сушки дважды. В селе Чаганлызер на сушилку установили летом. Пока шел процесс монтажа оборудования, газовики занимались вопросами подключения голубого топлива. Задача выполнена в срок. Результат тонны подсолнечника и других злаковых культур своевременно прошли необходимый технологический процесс и успешно реализуются. Для газификации объекта специалисты построили газопроводы высокого и среднего давлений, установили пункт редуцирования газа. Подключение выполнялось в рамках реализации требований свода инвестиционных правил, что дало возможность выполнить работы в сжатые сроки. Наша область вошла в перечень пилотных регионов по внедрению инвестиционного стандарта, который предполагает повышение прозрачности и упрощение взаимодействия инвестора с органами исполнительной власти и ресурсными организациями. В селе Чаганлыз выше 250 домовладений, работает школа и детский сад. Местное фермерское хозяйство не только обеспечивает сельчан рабочими местами, но и оказывает помощь в реализации социально значимых проектов. От результатов его деятельности во многом зависит благополучие и уровень жизни местных жителей. А теперь о погоде. Ясно и без осадков. Последние недели уходящего года, по прогнозам синоптиков, сюрпризов не принесет. Однако, возможно, постепенное усиление ветра и метель в ночь на 1 января нового 2023 года. Осадков в начале недели синоптики не прогнозируют. Стабильность температур ночью в пределах минус 11, минус 16 градусов, днем минус 8, минус 13. Ветер юго-восточный в понедельник до 8, а во вторник до 10 метров в секунду ожидается осадки на востоке области. А вот в четверг погода начнет меняться. 29 декабря к области приблизится западный атмосферный фронт. В большинстве районов региона к вечеру ожидается снег. В Оренбуржии станет теплее. Днем температура минус 3, минус 8 градусов. Ночью минус 7, минус 10. В пятницу столбики термометров приблизятся к нулю. Снег продолжит идти. Суббота будет безветренной, а вот первая ночь 2023 года, суббота на воскресенье, обещает быть снежный. Ветер усилится до 13-14 метров в секунду. Новый год, новые возможности. В Оренбургских офисах Сбербанка теперь оказывают услуги абонентам регионального расчетного центра «Система город». Какие именно появились новшества, смотрите прямо сейчас. Оплатить за коммунальные услуги и тут же воспользоваться операционной услугой в сфере ЖКХ. Ирина Филиппова не скрывает радости. В Сбербанке она решила сразу несколько задач. И теперь Оренбурженке не нужно тратить лишнее время. Сегодня пришла оплатить в банк квитанции ЖКХ и узнала, что можно, оказывается, в одном месте написать заявление на изменение лицевого счета. Это очень удобно сделать все в одном месте. Для клиентов Сбербанка и абонентов одного из крупнейших операторов по начислению и сбору жилищно-коммунальных и иных платежей Оренбургской области «Система город» предоставляют сразу несколько возможностей. За один поход в офис Сбербанка у наших клиентов есть возможность решить множество как финансовых, так и нефинансовых задач. Получить услуги в сфере банковского обслуживания, оплатить услуги ЖКХ, а теперь воспользоваться востребованными операционными услугами «Системы город». Например, оставить заявление о вводе в эксплуатацию индивидуального прибора учета, сделать перерасчет платы за коммунальные услуги или открыть новый лицевой счет. Новшества уже доступны во всех отделениях Сбербанка областного центра, а также в Бузулуке, Бугуруслане, Сорощенске и Кувандыке. Данный проект позволяет нашим клиентам, клиентам системы «Город» обратиться в любое отделение Сбербанка, предоставить сведения, получить ответы на простые вопросы. Соответственно, это позволит нам расширить сферу присутствия в области как для абонентов, так и для наших потенциальных клиентов в сфере ЖКХ. Чтобы узнать подробнее об услугах, необходимо обратиться в Сбербанк. Специалисты на месте готовы рассказать о нововведениях подробнее каждому клиенту. Елена Еремна, Андрей Булатов. Новости дня. О спорте. Оренбургский «Локомотив» завершил домашнюю серию игр чемпионата высшей лиги по хоккею с мячом. В шести матчах наша команда одержала две победы. После того, как железнодорожники поровну разошлись с Акжаиком и Маяком, в завершении первого домашнего блока оренбуржцы принимали бессменного фаворита нашей группы высшей лиги «Знамя Удмуртии». Воткинская команда, как всегда уверенно, начала турнир. Но в последней встрече на родном льду неожиданно упустила победу с никельщиком. Дабы доказать случайность такого результата, знаменосцы в Оренбурге начали с места в карьер. Уже к перерыву первого матча обеспечив существенный отрыв – 6-1. Посчитав дело сделанным, гости явно расслабились и предоставили «Локомотиву» возможность совершить камбэк. Чем хозяева и воспользовались. Забили четыре мяча подряд и по истечении часа игры подобрались в счете вплотную. К сожалению, спасти матч не получилось. В оставшееся время соперники по разу огорчили друг друга и воткинцы добились нужного, пусть и минимального перевеса – 7-6. На следующий день удмуртская команда также повела 6-1, но теперь вольности себе не позволила и близко железнодорожников не подпустила – 9-3. Знамя упрочило лидерство в третьей группе. «Локомотив» с шестью очками занимает пятое место. После довольно продолжительного перерыва, почти через месяц, оренбуржцы съездят на игры в Казахстан. А в конце января на домашнем льду примут с Касвердловск. Анатолий Юденич, Егор Катаев, Новости дня. Оренбургский спорт понес большую утрату. 25 декабря ушла из жизни заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Татьяна Балдина. Татьяна Ивановна – бессменный руководитель областной школы Олимпийского резерва номер один имени Николая Гейтса. Более 50 лет она успешно сочетала тренерскую и административную работу. Активно участвовала в общественной жизни Оренбурга. Балдина стояла у истоков создания областной федерации фигурного катания. Вела разнообразную работу по подготовке спортсменов высокого класса. Среди ее воспитанников – победители и призеры крупнейших всероссийских и международных соревнований по фигурному катанию и большому теннису. На этом все. Эфир продолжает телевизионный проект «День с ОРТ». Сегодня в студии работает Татьяна Штылер. Она подготовила для вас самые интересные события, которые произошли за последние сутки. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Здравствуйте! До наступления Нового года осталось меньше недели. Какой же будет погода в ближайшие сутки, узнаем буквально через несколько секунд. Горнолыжный сезон в Гребенях открыт. Искусственное оснижение позволило подготовить склоны для активного отдыха. Работают все подъемники для горнолыжников и сноубордистов. Запущенный работает всеми любимый Тюбинг-парк. В прокате имеется горнолыжное и сноубордическое снаряжение большого размерного ряда. А квалифицированные инструкторы научат вас и ваших детей мастерству катания. За здоровьем в Гребене. И это всего 15 километров от города. Умеренно морозная погода сохранится над нашей территорией. В ближайшие сутки переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью по области 9-14 мороза, на севере и востоке до минус 20, а днем от минус 4 до минус 9 градусов. По районам подробнее. Запад минус 9-12 ночью и минус 4-7 днем. Центр-юг ночью 11-14 ниже нуля и от минус 5 до минус 8 днем. На севере в ночное время 13-16 мороза, а в дневное минус 5-8 градусов. Ну и на востоке 13-16 со знаком минус ночью и минус 6-9 днем. Продолжайте развивать ваш бизнес вместе с кредитом. Ставки снижены от банка Форштадт. Подробности на сайте Forstrad.ru Либо по бесплатному многоканальному телефону 8 800 12208. Банк Форштадт. 30 лет на стороне вашего бизнеса. Продолжайте развивать бизнес вместе с кредитом от банка Форштадт. Ставки снижены. Подробности на Forstrad.ru Банк «Форштадт». 30 лет на стороне вашего бизнеса. В Оренбурге в ближайшие сутки преимущественно без осадков. Ночная температура 12-14 градусов мороза, а днем от минус 6 до минус 8 градусов. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба и существенно не изменится. Шоколад 56 – это сладкие подарки ручной работы, полезные всем. Удивите своих близких. К предстоящему Новому году вы можете заказать сказочные наборы с качественным шоколадом, зефиром и имбирными пряниками. В изготовлении шоколада используется только высококлассное сырье для правильного питания и подходит для людей с диабетом. А зефир изготавливается из натуральных домашних ягодных пюре. Телефон для заказов 8 905 8 905 215. В рубрике «Не только сегодня» о смехе. Врачи в шутку называют смех бесплатной медициной. Пусть он не заменит традиционного лечения, но непременно сделает жизнь лучше. И все это без неприятных побочных эффектов. На вопрос, почему же мы смеемся, никто не знает ответа. Ученые до сих пор бьются над этой тайной века. Существует даже наука – гелатология, которая изучает влияние смеха на организм. Известно, что женщина смеется чаще, зато мужчины отпускают большее количество шуток. Ровно через сутки я расскажу вам о пользе смеха. До встречи на телеканале ОРТ. 130 лет назад в США появилась первая школа остеопатии. В нашей стране она начала постепенно появляться после распада СССР. Первая школа открылась в Санкт-Петербурге в 1994 году. Признали остеопатию в 2003 году, когда Минздрав разрешил этот метод клинической практики. Спустя еще 10 лет остеопатию документально оформили как медицинскую специальность. Что это такое? Какие существуют разновидности и кому помогают специалисты такого профиля? Разговор продолжим в теме дня. С возрастом люди становятся не только мудрее, но и уязвимее к заболеваниям. Многие начинают реагировать на погоду, боль в суставах и так далее. Сегодня рассмотрим один из возможных способов лечения. Остеопатия. Все за и против. У нас в гостях врач Евгений Харяков. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, расскажите нам, обывателям, что такое остеопатия. Ну, начнем с того, что остеопатия – часть официальной медицины. В 2018 году Минздрав издал приказ «Порядок оказания помощи пациентам по профилю остеопатия». Соответственно, в 2015 году было введено понятие остеопатия и специальность остеопатия. И, соответственно, сейчас остеопатов готовят несколько университетов нашей страны. Ну, северо-западный первый мед, так как называли его, да и называют. Вот. Москва и, по-моему, Казань. То есть, ординатура двухлетняя. Соответственно, остеопат – это всегда врач. Сама по себе остеопатия – это XIX век. Стил – основатель, американец, который был недоволен результатами медицины того времени. Но у него оба сына умерли в эпидемии менингита. Соответственно, он искал какие-то альтернативные способы лечения тела человека. Вот. Нашел. И с тех пор она развивается. У нас до, соответственно, определенного времени она считалась альтернативной медициной. Я, когда начинал учиться, да и заканчивал тоже, она была альтернативной. Сейчас мы официальная часть медицины. Вы сказали, что остеопат всегда врач. То есть, процесс обучения такой же, как и у других врачей, довольно-таки долгий. Ну, сейчас подразумевает 6 лет учебы. То есть, классической и 2 года ординатуры. То есть, 8 лет. Ну, и, соответственно, раз в 5 лет переподготовка. То, что все врачи проходят по специальности. Что делает остеопат? Как он лечит человека? Вот это сложный вопрос. В остеопате есть много, во-первых, направлений. Но начнем с того, что самое простое, когда вы придете к остеопату, так называемые структуральные техники, то есть, техники работы с телом. Это артикуляция. Он может взять руки, ноги, сказать, будет вращать. Но через вот это вращение он будет ощущать где-то напряжение в теле, какие-то проблемы. И, соответственно, либо этим способом, либо другими будет снимать. Есть вариант, который непонятен практически всем людям, которые приходят. То есть, пришли, легли. Остеопат взял вас за голову, ну, либо за какую-то часть тела и держал руки. Это, так называемая, краниальная или краниосакральная, если быть точным, остеопатия. Это работа с внутренними силами организма. У нас есть такое понятие, первичный респираторный механизм или первичный респираторный цикл. Вот через него, то есть, все тело дышит, но это не то дыхание, которое делает легкие, а скорее вот первичное, которое совершает каждая клетка, ткань, органы и так далее. Вот отслеживается вот это дыхание и корректируется через воздействия какие-то. Хотя вообще самый главный принцип остеопатии, что тело способно к самоисцелению. То есть, ему нужно просто показать определенные проблемы, и оно их само исправит. Вот в обывательском сознании остеопат – это тот, к кому ты приходишь, и он начинает хрустеть твоей спиной. Ну да. Справлять суставы. Как часто вообще это применяют остеопаты, такую практику? Вот я могу сказать, кто как. Я применяю, потому что иногда приходит человек, ну, назовем это так, это метод иммунальной терапии, трасты. То есть, высокоскоростные, низкоамплитудные техники, по-другому это официально называется. То есть, иногда приходит человек, которому видишь, смотришь, диагностируешь, да, и видно, что вот эта техника ему пойдет. Вот. Иногда, то есть, эта техника просится хруст, но щелканье, да. Но... Просятся больным. Да, но сам человек не дает. То есть, тут нужно полное расслабление, а очень часто человек уже прошел свое время там каких-то неудачных мануальных терапевтов, кого-то еще, и он боится боли. У нас есть куча техник безболевых, только единственное, что они требуют чуть больше времени. Ну, грубо говоря, траст – это доля секунды, а некоторые техники – это 3-4 минуты. И позвонок, например, точно так же встанет на свое место. Почему нет? Поэтому вот то, что хруст, траст вот этот, это маленькая часть остеопатии на самом деле. А люди, которые приходят к вам, они приходят за хрустом или они приходят именно за полноценные консультации и полностью доверяют специалистам? Ну, некоторые до сих пор как бы сомневаются, сарафан на радио, да, вот мне помогло, сходи, посмотри. То есть они иногда просят хруста, что ли. Вот самый типичный пример, ну, это когда я учился, то есть нам первые два года нельзя лечить, но нужно тренироваться. Соответственно, привлекаются все родственники, друзья, товарищи, товарищи, товарищи и так далее. Но суть в чем? А у меня товарищ есть, то есть на нем тренировались, приходит – больно. Ну, вот нужно отработать технику, вот эту безболевую подержать. Подержал – все, больно – нет, хрустни, а? Вот без этого нет лечения. Вот внешний эффект вот должен быть. Некоторые приходят за этим, но их очень мало. Большинство либо не знают, но техники обговариваются чаще всего. Вот нас учили так, что любую технику, либо потенциально болевую, есть такие. Остеопатия – это не всегда без боли. Процента 3, может, 5 техник приходится с болью делать. Ну, не такой прям, но по-моему. А, например, пока мы далеко не ушли, щелчок – это что-то типа психологического воздействия. То есть для человека он как… Щелчок – это внешнее проявление техники. То есть встает на место позвонок. Позвонок же сложное строение имеет. Это, ну, если переходить на физику, это эффект кавитации. То есть когда суставные поверхности встают так, как нужно, вот эта суставная жидкость из-за высокой скорости там происходит, ну, если хотите, вскипание газа. И вот эта вот кавитация… Я не за физику процесса, а больной почему ждёт? Вот почему ваш товарищ попросил щелчок? Для него это как будто бы… Ну да, лечение прошло, всё хорошо, отлично. А, получается, существуют техники и в большинстве своём без щелчков, а именно медленного воздействия? Да, существуют техники медленного воздействия, но их больше. А с точки зрения эффективности есть разница? Или в любом случае мы получим результат? Нет, просто чаще… Мы получим результат. Но чаще, вот я говорю, многие ждут. Вот как у меня был, ну, скажем так, из… Ну, спортсмен. Спортивный врач прислал, говорит, посмотри, как что там с коленом. Колено болит, не может бегать, ну, а ноги, основная часть, да, кроме головы, работают. Соответственно, ну, там щёлкнуть, там не щёлкнешь на колени, да, там поправили, всё. То есть есть техники такого, подержал, но там, правда, дольше приходится держать. Но, тем не менее, отпустил, ушёл с недовольным выражением лица. Врач звонит, смеётся, я говорю, что смеёшься? Ну, говорит, пришёл, говорит, да какая-то… Ерунда. Извините за выражение, да, ерунда. Подержал, всё, через два дня встречаю. Ну, что, говорит, сустав-то? А сустав не болит. Вот и всё. То есть необязательно щелчок. Но… В лечении остеопата сколько по времени это занимает? То есть условно к вам приходит сегодня человек с больной спиной. Когда у него пройдёт эта спина? Или это всегда индивидуально? Это индивидуально скорее. Я обычно говорю так. Ну, частое посещение обычно от трёх сеансов. Но бывает, что из-за один. Но всё зависит от того, какие цели человек ставит, передя к остеопату. То есть одно дело боль, да. Мешает жизнь, всё правильно ограничивает, там, вплоть до больничного и так далее. А второе, то есть это вот как раз, ну, часто для нас это где-то раз в неделю. То есть это не каждый день. Вот. А потом, то есть предлагается вариант, и чаще всего люди соглашаются, то есть устранить причину боли. Но здесь тоже по-хитрому. То есть мы не вернём здоровый позвоночник обратно. Мы скорее остановим процесс его вот изменений, вот тот пресловутый остеохондроз. Да, то есть мы можем постепенно убрать межпозвонковые, межпозвоночные грыжи. Здесь схема немножко другая. Это примерно, ну, где-то раз в месяц, но опять индивидуально. Но чуть подольше, может быть, до года походить. Но вот здесь уже начинается, как бы, проблемы с пациентами. В плане не болит. И не надо. И не надо. То есть, ну, вот у меня есть два пациента. Вот один сейчас чётко ходит раз в месяц. Одна ходила, но там у нас получалось, как бы, раз в месяц, раз в два месяца, чаще. То есть, в понимании, условно, оренбуржцев, остеопат – это такой крайний способ экстренной медицины. Не тот человек, к которому я буду ходить, наблюдаться и постепенно выздоравливать. А мне плохо, он мне сделал хорошо. Ну, изначально да, наверное. Потом многие остаются именно, чтобы восстановить здоровье. Потому что не всегда понимаете, как нужна наша длительная помощь. Ну, например, приходит молодая женщина, головокружение. Ну, проблемы шеи, да, лечишь, всё вроде. А вот когда лечишь, ну, там сложно, там диагностику ещё, как бы, проводишь. И вот там есть чёткий, например, поворот тела, поворот шеи куда-то. И спрашиваешь, работа какая? Сидячая, да, монитор, да. Монитор где стоит? И вот тело просто привыкло, просто говоришь, поменяйте монитор положения по центру. Поставила, через неделю, у меня всё прошло. Кстати, вы сказали о диагностике. К остеопату человек приходит сам, его направляет терапевт. И какая, проводит ли остеопат какую-то перед началом лечения, опять же, диагностику, осмотр, анализы? То есть диагностику мы проводим обязательно, то есть как свою. Ну, насчёт анализов, да, мы смотрим, если есть, то есть необязательно проходить. Иногда обследование проведено до нас, но необязательно терапевт, кстати. Очень много сейчас ортодонтов к нам присылают, пациентов-неврологов, то есть, но у нас ещё своя диагностика обязательно есть. Здесь понимаете, в чём причина? Остопат не всегда лечит там, где болит. Ну да, то есть, очень часто головная боль связана, скажем так, с противоположной частью позвоночника, например, с крестцом-копчиком. Поэтому люди, некоторые удивляются, но некоторые готовы, что пришли с головной болью, а остеопат, извините, на другой части тела работает. И ведь срабатывает. Да. То есть, причина там часто прячется. Вы сказали, что направляют не только терапевты. Я слышал, что остеопат лечит даже лица, челюсть. То есть, вот я читал о истории, когда девушка жаловалась на боль в челюсти, и остеопат вправлял ей челюсть. Или насколько корректно это вправлял? Нет, вот это понятие медицинское вправлял – это вывих. Правляет это всегда либо стоматолог, либо челюстно-инцевой хирург, скорее. А здесь речь идёт скорее о дисфункции, то есть, мы лечим дисфункции. Сустав функционирует, но не в полном объёме, мало открытия рта, да. А боль, приживание, щелчки – вот это часто бывает. Но здесь, скорее всего, особенно если человек, скажем так, среднего возраста или пожилой, то здесь лечение скорее уже совместное. То есть, чтобы быстро это всё, например, убрать, действительно, чтобы этого не было, здесь лечение с ортодонтами идёт. Ну, либо ещё тут смотришь, смотря кто. А так, да, мы можем убрать и щелчки, сбалансировать челюсть, но здесь, как говорится, наше. Но 100%, вот сколько по всем курсам ездил, сколько общались, мы хорошо помогаем детям до 7, наверное, летнего возраста. Вот это чисто наше, например. То есть, к себе подходят и дети. Вот, кстати, вопрос тогда. С какими жалобами чаще всего приходят к вам оренбургцы, вот на вашей практике? И кто это? Что это за средний портрет больного? Ну, вот это вот вывести, это как средняя температура по больнице. Если касательно детей, ну вот на моей практике самый молодой мой пациент 7 дней. То есть, выписали, да. То есть, но люди там, то есть, приходили, сама мама будущая, то есть, было остеопатическое сопровождение беременности, она родила и привела ребёнка. Но здесь, конечно, профилактически. Да. Остеопатическое сопровождение беременности. То есть, это подготовка родовых путей к родам, то есть, чтобы ребёнок родился без, ну не то, что даже без осложнений, а скорее легко. Для многих остеопатия – это что-то очень новое и не всегда знакомое. Вот есть какая-то мировая практика, вот провести аналогию? Остеопаты везде востребованы? Ну, смотря, скажем так, по какой стороне, ну могу сказать так. То есть, у меня европейская школа, она располагается в Англии вообще. Вот. Летом мы туда ездили, то есть, издача экзаменов и семинаров, то есть, преподаватели, которые не приезжают вообще никуда, не только в Россию, а вообще, то есть, в Англии. Вот. Там всё достаточно интересно. То есть, с какими-то возникшими проблемами люди идут либо к остеопату, либо к GP, General Practition, врач общей практики. Но здесь врач общей практики, его приём стоит около 70 фунтов, а остеопат около 30 там. Ну, это понятно, что среднее. Соответственно, финансово куда пойдёт человек? Ну да. Да. А дальше вот там проводится как раз диагностика. Остеопат проводит его, не его, и куда дальше человека направить, если не его? У нас, как правило, к остеопату идут всё-таки, ну, как вы правильно сказали, в финале, когда уже все сказали, это не наше, и до свидания. Вот. То есть, в Англии много остеопатов, во Франции, наверное, их ещё больше, потому что там, ну, это правда, как по данным лично не общался, но там практически каждый университет готовит остеопатов, но у них зато за счёт этого очень мощная система реабилитации. То есть, например, человек, пострадавший в ДТП с переломами, остеопаты к нему будут приходить чуть ли не на второй, третий день, и там, ну, каждый день, через день, смотря какие там методы, подходы, его пользуются, соответственно, он выздоравливает намного быстрее, восстанавливается. Вот. У нас остеопатия в России вообще появилась в 90-х годах, поэтому, как вы понимаете, мы достаточно молодые специалисты. Ну, вот. И самое главное, что, в принципе, готовят не очень много. Ну, всё ещё мало. Хорошего остеопата. Как бы, ну, вот, если по России брать, я знаю, что в Новосибирске, наверное, ну, около Байкала, скажем так, последний остеопат был остеопат в находке, но она оттуда выехала. Вы, кстати, сказали про самого молодого пациента 7 дней, а самый возрастной, который... У меня сейчас 85 лет. Прошу прощения, 85 лет человек что хочет вылечить? Он, ну, в данном случае, скажем так, хочет хорошо жить. То есть... То есть это же не про исцеление, а про... Ну, здесь нет. Исцеление, это вот стань иди, это не к нам. Вот. Но если, например, человека мучает какая-то хроническая боль, это достаточно сильно ограничивает его жизнь. Соответственно, если он приехал, эту боль сняли, то он без этой боли существует месяц, пусть там полтора, потому что 85 лет все равно проблемы как бы накапливаются, и их трудно разрешить за один сеанс. Но, тем не менее, моя пациентка и на огороде работала, и ходила в гости. То есть достаточно хорошо... То есть человек понимает, что 85 лет уже что-то не исправит, но жить без боли это может... Мы, понимаете, как придя на сеанс, то есть со многим обсуждаются, что вы хотите от приема. И кто-то, если говорит, например, там полное излечение, я говорю, вот это, вот это, вот это, да. Вот это нет. Потому что в той же остеопатии есть противопоказания к лечению. То есть однозначно, да. Когда к нам приходят и говорят, у меня рак, я говорю, я раки не лечу. Никакие злокачественные заболевания остеопат не лечит. Кто бы что ни говорил. Это только специалисты, да. Там какие-то, скажем, аутоиммунные заболевания тоже остеопат не вылечит. Здесь скорее комплекс мер должен быть, потому что... Ну, это все слишком серьезно. То есть специалисты должны быть. Здесь скорее мы на второй линии, наверное, работаем. Вот. Некоторые, да, проблемы наши. То есть мы... Ну, их больше. Ну, давайте вот у нас остается буквально несколько, секунд, то вот топ-3 симптома, синдрома, когда человеку, возможно, стоит, на ваш взгляд, обратиться к остеопату. Ну, естественно, что боль. Боль, сформулирую так, в теле. Причем боль, которая, например, плохо подается к классическому лечению, что ли, медикаментозному. Либо постоянно рецидивирует. Вот. С психосоматикой, да. Ну, вот что касается детей, мы как бы отошли от этого. То здесь, ну, до года это чаще всего беспокойство. Беспокойство, какие-то проблемы. А до лет пяти, наверное, чаще всего обращаются с гиперактивностью. А примерно от трех и старше. То есть, это проблема опорно-двигательного аппарата. Плоскостопия, плосковальгусные установки, сколиозы, щелчки в нижней челюсти, в источнике нижнечелюстном суставе. Ну, и так далее. Поэтому сказать, а так, наверное, все-таки превалирует у взрослых боль в спине, в первую очередь. Спасибо. Либо головная боль. Спасибо, что пришли, Евгений, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Ну, а зрители, берегите себя и свое здоровье. Это день с ОРТ. Мы продолжаем. Без происшествий не обошлись последние сутки в Оренбургской области. Сотрудники полиции и пограничники нашли и спасли замерзающего человека. В гараже села Подгородняя Покровка сгорели три автомобиля. Все подробности прямо сейчас. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в третьем часу ночи 26 декабря, сообщили в региональном МЧС. Возгорание произошло в селе Подгородняя Покровка. На улице Комсомольской загорелся гараж. Обращение в службу быстрого реагирования поступило слишком поздно. Огонь успел охватить большую территорию – 80 квадратных метров. На место выехало два пожарно-спасательных расчета. Через 20 минут после их прибытия на место пожара распространение огня удалось остановить. Практически в 4 часа утра пламя ликвидировали. Итогом горения стали поврежденные перекрытия, внутренняя отделка гаража и три легковых автомобиля, которые стояли внутри хозпостройки. К счастью, погибших или пострадавших в пожаре нет. Предварительная причина – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Информация оперативная, в ведомстве еще уточняют детали произошедшего. В Дамбаровском районе сотрудник полиции и пограничники спасли местного жителя от переохлаждения. История со счастливым концом произошла в 30 километрах от Орска. 43-летний житель поселка Тюльпаны вышел на прогулку, но так и не вернулся домой. Об этом сообщили его родственники, которые и обратились в полицию с просьбой найти мужчину. Вчера вечером вышел где-то часов 8 погулять. Обычно он всегда так выходил и не вернулся. Мы его ждали до утра, потом я обратилась в службу спасения. В 200 метрах от населенного пункта были обнаружены следы человека, а еще через 5 километров и сам пропавший. Он лежал на снегу с признаками переохлаждения. Сотрудники правоохранительных органов укутали мужчину теплыми вещами, помогли дойти до служебного автомобиля, а после отвезли к машине скорой медицинской помощи. Жителя Набаровского района доставили в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В Оренбурге Ленинский районный суд признал виновным 41-летнего местного жителя в совершении разбоя. В октябре 2021 года оренбуржец, вооруженный ружьем, напал на супружескую пару в лесу. Муж и жена отдыхали на природе в тот момент, когда к ним навстречу вышел мужчина в черной одежде, шапке и очках. Он требовал от потерпевших лечь на землю и отдать ему все имущество. Мужчина оказал сопротивление, после чего разбойник убежал в лес. Вскоре виновного задержали сотрудники полиции. В содеянном он признался частично. Ленинский суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Разбой». Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на срок 1 год. Трагичные новости пришли из Новотроицка. На местном цементном заводе произошло ЧП, в результате которого погиб рабочий. По данному зданию Орскру, между двумя валами застряла нога мужчины. К тому моменту, когда оборудование отключили, рабочий погиб. В настоящее время на месте работают следственные органы. А сейчас о том, что сегодня произошло в мире. И на протяжении всего дня обсуждали интернет-пользователи, а также писали федеральные и зарубежные издания. И вот небольшой обзор событий от городских до мировых. Все подробности далее. В Сербии на железной дороге перевернулись несколько вагонов с Аммиаком. Это случилось недалеко от населенного пункта Сапоцкий-Хан. На дорогах рядом с местом аварией наблюдается плохая видимость. Несколько машин съехали с дороги, но добраться до них, чтобы оказать помощь водителям, не удается. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и пожарные. Введен режим чрезвычайной ситуации. И вовсе не холодно. На Дальнем Востоке прошла акция «Закаленная Россия. Здоровая страна». Сначала активисты устроили закал-забег на символичную дистанцию в 2022 метра для разогрева. После этого окосили себя и звездер холодной водой. Некоторые участники решились окунуться в ледяную морскую воду. Самому младшему участнику акции 8 лет, а самому старшему 70. Новогоднее настроение ворует не только Гринч. В Петербурге появился похититель елок. Камеры наблюдения зафиксировали, как молодой человек похищает праздничное дерево у жителей дома с северной столицы. На записи видно, что вор тщательно следит за тем, чтобы не оставить улик. Сейчас новогоднего похитителя разыскивает полиция. Пошла на таран. В Приморье девушка насквозь пробила стену автомойки. На кадрах видно, что машина въезжает в препятствие на большой скорости, из-за чего работник автомойки падает. Сам автомобиль проехал сквозь здание и влетел в деревья. Девушка призналась, что перепутала педали газа и тормоза. О пострадавших не сообщается. В российских университетах появится военная подготовка, сообщили в Министерстве образования и науки. Эта программа разработана для подготовки студентов к военной или другой государственной службе. Курс научит тому, как вести себя при возникновении чрезвычайной ситуации и в военных конфликтах. Изучать программу будут учащиеся бакалавриата и специалитета. Перезвоните позже. Премьер-министр Башкортостана не смог записаться к врачу. На священии кабинета министров Андрей Назаров решил сам проверить, насколько эффективна работа медицинского колл-центра. Министр намерен был посетить хирурга, однако ему сообщили, что программа дала сбой. Ранее глава республики дал указание увеличить количество операторов в утренние часы и изменить их график, чтобы и в выходные люди могли записаться к доктору. Премьер-министр отмечает, что по-хорошему его номер должны были записать и перезвонить, когда система заработает. Ростовские ветеринары спасли игуану, которая съела носок. Хозяин ящерицы обратился в клинику с жалобой, что его питомец в последнее время вяло выглядит и плохо ест. Врачи выяснили, что у игуана непроходимость желудка и во время операции достали из нее мужской носок. Почему именно этот предмет одежды ящерица посчитала аппетитным, неизвестно, но хозяин сообщает, что сейчас его любимица уже прошла курс реабилитации и чувствует себя хорошо. Тысяча Дедов Морозов на Дворцовой площади. В Санкт-Петербурге состоялся ежегодный забег зимних волшебников. Организаторы подчеркивают, что главная цель соревнования не победа, а хорошее настроение. Дистанция забега всего полтора километра, но если кому-то в середине пути не захочется бежать дальше, то он смело может взять курс на лотки с пирожками. Никто не осудит. Путешествие Деда Мороза по России завершается. 24 декабря поезд главного волшебника страны прибыл в Москву. До того, как добраться до столицы, поезд уже преодолел более 22 тысяч километров. Впервые поезд запустили в прошлом году, чтобы даже в самых отдаленных уголках России дети увидели Деда Мороза лично, загадали желание или просто посмотрели сказочное представление. Маршрут проходит более чем через сотню городов, а в Москве он пробудет два дня и отправится в Смоленск, Тверь и Пску. Здравствуйте! Самое время узнать, чем интересовались у Яндекса орюмбушцы сегодня. Это «Сплеск интересов» с вами Елена Еремина. И по традиции пятерка самых популярных запросов. На пятой позиции и 46 плесковых баллов у запроса преференции «Что это такое?» Это преимущество льгота, предоставляемое отдельным государством, предприятиям, организациям для поддержки определенных видов деятельности. Пользователи Яндекса узнавали значение слова. Интерес к нему связан с новостью о разработке в Госдуме законопроекта об отмене преференции для уехавших россиян. Известно, что для покинувших Россию предлагают ввести повышенную ставку налогообложения. Идею поднять налоги представил спикер Госдумы Вячеслав Володин. На четвертой позиции запрос «Спиридон Тримефунский». Он набирает 48 баллов. Оренбуржцы вбивали в поисковик молитва «Храм икона». Они уточняли особенности праздника. 25 декабря на Руси отмечали День святого Спиридона Тримефунского. Христианский святой почитается в лике святителей как чудотворец. В православных храмах в эту дату проходят богослужения. Прихожане молятся о счастливом замужестве, здоровье и успехах. Третье место в нашем рейтинге у запроса «Матч ХК Сочи-Акбарс» – 51 балл. Любители хоккея искали подробности встречи Акбарса и Сочи. Она состоялась 25 декабря. Итоги игры – 3-4. Основное время завершилось ничьей 3-3, но Акбарс вышел вперед. Победу удалось одержать по булитам. Событие проходило в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Его подробности вы также можете узнать у поисковой системы. И второе место у запроса премьеры сериала «Ведьмак происхождения». Он уверенно набирает 52 балла. Интерес провоцировала информацию о показе кинокартины. Мини-сериал «Ведьмак происхождения» вышел на одном из сервисов, который ушел с российского рынка. Пользователи Яндекса хотели уточнить подробности этого факта. На сегодня известно, что проект представляет собой 4 эпизода. Идем дальше. И безусловный лидер рейтинга – запрос «Католическое Рождество». Яндекс оценил его в 57 всплесковых баллов. 25 декабря католики во всем мире отметили Рождество. Перед знаменательным событием верующие устанавливали дома ели, вешали гирлянды, приготовили подарки. А уже сам праздник дарили друг другу подарки, собирались за накрытым столом вместе с родными и друзьями. Это время предназначено для душевного очищения, усиленного покаяния. На этом все. Мы следим за запросами пользователей Яндекса в Оренбуржье. Каждый день присоединяйтесь к нам. С вами была Елена Еремина. До встречи на ОРТ. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мессенджеры работают в круглосуточном режиме. Номер телефона сейчас на вашем экране 8 987 852 6011. А на сегодня все. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»